14 том книги открытым оком вопрос номер 2882 тема община в чем конкретно выражается ваша забота о членах вашей общины когда они готовятся к свадьбе и как увещеваете тех кто уже отпал а корни родственники остаются еще в общине отвечает Игнатий Тихонович Лапкин помогают снарядами ставят концерты готовится обед праздничный дарится подарки но иногда приходится давать и советы даже и не совсем приятные молодым вот несколько писем к одному такому бывшему брату по этим письмам можно увидеть как развиваются события теперь этот отступник ушел к баптистам и оттуда уже звонят наводят на нем справки замечая сегодняшнюю его неблаговидность Евангелие от Луки 8 глава 17 стих ибо нет ничего тайного что не сделалось бы явным несокровенного что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы первое послание Иоанна 2 глава 19 стих они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами но они вышли и через то открылось что не все наши кавычки открываются мир вам друзья и братья получил просьбу тани молиться об их деле танины рассуждения советы и она мне по сердцу батюшка не желает чтобы я вам что-либо говорил такого что расстроит вашу свадьбу и я молчал и когда у меня алифтина пантелеевна танина мама будущая сашина теща спрашивала мое мнение о саше я не мог все сказать согласно наказа батюшки желающего видимо этого союза может быть более всего лишь из-за того чтобы стане чего худшего не случилось не вышло бы за какого-либо баптиста а саша чтобы не повторил подвиг саши фурсова ушел в мир а потом керетикам но я молюсь усиливаюсь молчать а любовь настаивает говори не умолкай ополчайся я люблю таню и всех вас и скажу отложить хотя бы на год саша чрезвычайно изменился не в лучшую сторону и мне было бы горько за таню и если она все же выйдет за сашу сейчас то это ей видимо пожизненное наказание за то что отвергла другого брата ни в чем не нарекаемого ни от кого повремените и если не примите сего свидетельства то я чисто от крови вашей я вам не мешаю не препятствую но таню мыслю как свою дочь и как ей будет хорошо ли саша ведет себя гордо без совете очень любит плакаться на плече недуховных женщин и что с ним а обошлись несправедливо горит в саможалении из него неудержимо выползает природное дикое хамство дерзость в последнюю встречу со мной он вел себя как безбожный хулиган и невозможно его было остановить требует от меня того о чем и рассуждать ему не не позволено никакого и ничьего контроля над собой не чувствует повремените у саши есть хорошая черточка он через день или несколько дней кается но насколько это искренне не знаю занудливость многолетняя много и зря смеется на грани цинизма страшно боюсь за него он близок к полному падению не спешите вы делаете что хотите но я свое слово должен был сказать ибо я очень люблю аллу таню всех вас и сашу не ошибитесь молюсь а вас а слезы в глазах жалко вас храни вас бог и гнати 29 мая 1996 года кавычки закрыты кавычки открываются мир вам сказал я батюшки что алла и таня не раз просили сказать свое мнение об этом деле он не расположен ко мне с укором на мои слова что я саше говорил позвал сашу долго гуляли говорили саша давит на то что что того ли я о нем мнение что написал и что давал раньше повторяю мое тут меньше всего страдает но сказать свое мнение могу понял ли что-либо саше из нашего разговора с ним мне кажется что он уткнулся в один угол и как капризный ребенок у которого вдруг отняли или пригрозили отнять красивую теплую живую игрушку с которой он и спит если будут изменения то как у оглашенных лучше на подходе до приема чем потом с этими ларисами подол мерить на сантиметры они будут со слюнявыми жалобщиками группировки коалиции составлять слизь размазывать впрочем сами они для обращения душ во христе иисусе господи нашим для созидания и сохранения общины ничего не делали не делают и не думают делать не умеют да и не желают исправиться конечно же ох как не вдруг и не просто смотрю я и думаю что никому то дело нет до нашей танюши какие слезы горькие предлежит предлежат как жалеть будет но что каждому назначено то избудется никого и ни в чем не убедишь и не переубедишь всяк тащится к своей цели к тому концу что назначен ли избран ли жалеть ли пришли прошедшее или заранее быть мудрым и не впасть в худшее жду приезжайте все вместе поговорим теперь я свободен 31 мая 1996 года кавычки закрыты кавычки открываются Таня 29 мая 1996 года и 31 мая 1996 года я написал тебе два письма о готовящейся вашей твоей свадьбе о том как мне видится дальнейшее в твоей жизни прошло ровно три с половиной года время царствования антихриста и его поражение надлежало послушать меня и не отходить чем и избежали бы стих затруднений и вреда книга деяний апостольских 27 глава 21 стих сейчас все уперлось в седьмую заповедь исход 20 14 как в причину катастрофы корабля семьи не коса виновата что корабль носом увяз в ней но послушание дерзость мать всех пороков говорит святой Иван Златоуст у Саши этого до приизлиха и случилось все так как он никак не хотел изгнание отовсюду из дома из семьи из церкви от родных потеря всего веры надежности хозяйство доверия друзей спасения семьи надлежало послушаться меня и не отправляться в жизненное плавание а остаться в тихой пристани девства дерзость хамство безумие схватили так что своими руками побросали в море все драгоценное верить Саше никак нельзя он должен вынести и пить имью правило Василия Великого 15 Григория Богослова 4 правило 6 Вселенский Собор 87 правило апостольское постановление 48 Василия Великого правило 9 и 77 Прелюбодеи принимаются в общение через 15 лет правило Василия Великого 7 и 55 и через 7 лет если со слезами покаются 6 Вселенский 87 правило Василия Великого 77 Анкирского собор 20 правило Лично мне видится так что язва Саши неисцельно глубока она в его страшной дерзости гордыне а это все доводит до полного безумия сумасшествия самоубийства и неверия гибели тела и души чего стоят его слова не успокоюсь пока все лапкины не передохнут тогда я буду править бал в потеряевке как Саша плевал перед лицом батюшки отца Якима на что тот сказал все плевки соберешь как Саша составлял коалицию против меня о том мне рассказал Павел Кирилл и другие и это продолжалось бы может быть даже до ныне если бы его не засосало не втянуло в черную дыру об этом я и говорил памятник кому-то ставить надо за спасение потеряевки от злодея свадьба твоя и Саши и венчание состоялись 21 июля 96 года просматриваю записи у себя в дневнике и нахожу о Саше его противлении возникновении с самого начала появления в потеряевке и чуть раньше 1992 года он теперь он терпеть переносить на дух не может чтобы кому-то подчиниться чувствовать свою зависимость занятия проповедь миссионерства чтобы кто-то был выше его случай его встреча с муравлевыми муравейник в лесу им сожженный я просил восстановить огородить автобус его без моего разрешения в моей ограде им поставленный долго не мог заставить забрать отработка в лесу по его договору за обещанную встречу с Натальей за электричество судил он презирал все где нет его конгресс интеллигенции устав лагеря стана устав деревни устав церковный батюшку пояса и другое лично мне жалко его особенно его последнюю встречу со Христом его слова Саша ехал в машине с середиком митей якобы что-то было с ним как бы посещение божие как он заново после грехопадения своего родился а до этого как бы и неверующий был так он рассказывал всем если Саша все это выдумал о духе о найденной овце то дело еще поправимо получается сжульничал по крупному думая дурачить батюшку родню чтобы скорее жена вернулась к нему если же все это сделанное афишируемое им есть лишь алиби себе что он удумал другую семью состроить а это все для оправдания себе что вот где я просил прощения Бог меня простил а ты не простила потому я и завел в себе новую семью то он погиб безвозвратно и для людей если же действительно его осенило накатило то какого духа получил бы он среди еретиков безумных улителей церкви Христовой когда в машине сектант сидел рядом когда сам еще и не обсох от греха смертного а если получил исцеление от проказы то тогда покажись священникам принеси жертву дух сокрушенный и хотя бы года три потрудись докажи делом что ты стал на путь спасения совет всех Таня что если еще сердце твое прощает и может принять его то не очень спеши женам обычаи повелевает удерживать своих мужей и неверных в супружестве правило Василия Великого девятое сегодня на руках только одна девочка завтра будет несколько и все равно останешься одна второе послание Петра 2 глава 20 22 стихи ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими то последнее бывает для таковых хуже первого лучше бы им не познать пути правды нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случаются поверные пословицы пёс возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идёт валяться в грязи пёс возвратиться на свою блевотину на дерзости самость в рамки дисциплины его не окантовать сидеть на задней скамейке и не шептать за углом на меня по силам Лисаши и Ларисе 14 декабря 2000 года кавычки закрыты вопросы к бывшему члену Кристалзвижинской а затем Святоамфимовской общины РПЦЗ Вопрос 1 С какой целью так настойчиво добивается телефонного разговора с отцом Иакимом и со мной Лапкиным Игнатием Тихоновичем Домашний Телефон 24 38 46 Хотя до этого несколько лет и слышать нашего голоса не хотел около 6 лет Убедительная просьба давать самым подробным пространным конкретным ответ Убедительная просьба давать самый подробный пространный конкретный ответ без лукавства без лужи и подозрения и своемудрых предположений ожидания подвоха каверзности в вопросах Искренний ответ несет в себе положительные исходы для будущей твоей жизни во всем В вопросах иногда буду обращаться как бы в третьем лице Отвечать нужно точно по номерам вопросов Эти вопросы и ответы будут известны не только нам Постарайся отвечать конкретно на вопрос без чего-либо влияния шептания на ухо слева С какой целью и по какой причине добиваешься с нами встречи хотя видеть нас не хотел а желал чтобы все лапкины передохли и тогда ты будешь править балл в потеряевке считал ли говорил ли что я в дальнейшем Игла Игнатий Лапкин тебе такой же враг великий после сатаны первой что было сделано с нашей стороны чтобы ты так мог сказать все эти годы ты говорил так и доказывал ли делом что это часть твоей жизни что маячило за исполнением твоих таких чаяний что было бы с потеряевкой лично с твоим домом и лично с тобой мы ничего не делали для того чтобы мы были тебе дороже лариски не стремились к тому чтобы ты искал нас нес к нам под ноги свою незабвенную высочайшую свободу а вот теперь ты вдруг с 9 декабря 2000 года суббота готов сложить ее как все долголетнее твое достояние зачем конечная цель этой многоходовой операции с примирением с нами допустим что мы тебе поверили пошли бы с тобой на сближение братания что же дальше видится тебе какие выгоды примирение станей ее возврат к тебе возврат твой в потеряевку и все по-новому по-старому или еще что то вопрос 2 ты многое пространно говорил мне по телефону 16 декабря 2000 года 45 минут с 14 часов твой монолог о том как ты теперь всем сердцем полюбил Христа как многое и прилюдно плачешь как чувствуешь что ты совсем 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 другой стал переродился заново иной уже и что все что ты говоришь искренно это честное абсолютно пред лицом Божьим и что даже пробудившись хватаешься рукой за то место где сердце ища тут ли радость твоя с тобою ли тобою обретенное счастье что ты как в песне песней как найденная овца в притче как блудный сын найден вернулся если это так как ты сейчас всех уверяешь что готов всех врагов обнять а мы тебе никак уж не враги и не были ими это ты решительно вышел на тропу войны набирая с собой соратников Это ты решительно вышел на тропу войны, набирая с собой соратников И говоришь всем ныне ты, что как угодно сейчас тебя могут люди ругать, оскорблять С твоих слов все это Ты в ответ не издашь ни единого худого слова Потому что в твоем сердце Христос теперь уже отныне и навсегда И что Христа нужно любить без остатка всем сердцем Приводя многие места священного писания, многократно повторял Так я говорю, верно, я прав И разговор не поддерживал и за 45 минут едва ли ответил тебе с десяток слов Так что ты много раз вопрошал, вы меня слышите? Считая, что на другом конце провода никого нет или там положили трубку Я же знал, что любой мой ответ может быть истолкован тобой против меня Ибо ты ученик Лариски, а она в этом ас-класс И когда ты настаивал, почему же я не отвечаю тебе, я ответил Не знаю, боюсь На это мое боюсь И еще 9 декабря 2000 года, батюшка, вечером, когда ты искал меня, удивился Ты его боишься? Да, боюсь Боюсь и не верю ни единому его слову Боюсь духа его Цели, коварства, что когда Саша сделает еще глупость собой, ужасная То будут и другие винить меня, что отбил его радость Его духа от него отогнал А все так было делу Саши прекрасно, лучезарно Ты хотел доказать, что ты теперь иной Но я помню слова моей бабушки Зарекала свинья не жрать свое гэ Да опять сожрала И трудно выпаривать деготь из деревянной бочки Легче ее сжечь Тебе, Саша, представляется сейчас случай на деле доказать искренность всего тобою сказанного с 9 декабря 2000 года обо мне, батюшке, твоим родственникам и всем, что ты что-то, хотя отчасти осознал, перестал лгать, дурить нам голову Прошу, докажи это, положи основание в веру нашу твоим эйфориям, переменам Докажи тем, что очень подробно, не менее двух страниц На каждый вопрос, или по одной странице, или по полстраничке Ответь Пиши красиво, понятно, как ты всегда пишешь Помня, что ты был мне не просто знаком, но очень близок Я почти две недели отдал работе со своими дневниками, чтобы выписать все, что касается записи о тебе С пяти утра все дни, часа заканчивал в одиннадцать вечера Устали глаза, сам изнемог в воспоминаниях Около ста воспоминаний нашел с 1991 года и до ныне о том, где говорится о тебе Это что-то Это что-то Прилагаю дневниковые записи Девятого декабря 2000 года Саша неоднократно звонил батюшке О своей радости, рассказывал Шестнадцатого декабря 2000 года Саша звонил мне сорок пять минут Рассказывал о своей радости 22 декабря 2000 года Письмо от Гали Глушковой Она пишет Сегодня, 13 декабря 2000 года, когда Игоря не было дома, к нам нагрянул Саша Бритый с таким же безбородом Когда он шел к нам, то знал, что Игоря, мужа, нет дома Так как до этого видел сына Максима Зачем он к нам приезжал, я не знаю, так как с ним не разговаривала Единственное, что я сказала, уходи отсюда С отступником мне не о чем разговаривать Он же просто умолял разговоре Я направилась в сарай кормить скотину Улыбка у него была наигранная, неестественная Он стал мне громко говорить вслед, что Бог исцелил его Я сразу же сказала ему, это еще смотря какой Бог И закрыла дверь Недавно в Корчино был Миша Никитин Он сказал Нелле Глушковой, свекрови Гале Что Татьяна, жена Саши, распродала все хозяйство и уехала к Сашке Хотя мы слышали, что к Сашке она не возродилась Да было бы так А Сашка вроде бы подался к сектантам Я помню, вы говорили, что он уйдет в секту Скажи мне, кто тогда, что Сашка так поступит Скажи мне, кто тогда, что Сашка так поступит Я бы, наверное, не поверила Когда он жил у нас, то у меня с ним зашел разговор о сектантах Так он настолько защищал православную веру А к сектантам был весьма враждебен За Татьяну тревожно Мало того, что у него тяжелый характер Страшно то, что он пропитан смертоносной заразой Разнося которую, как ядом отравляет души слушающих А если с ним находиться постоянно рядом Находиться постоянно рядом То просто страшно подумать Кавычки закрыты Вопрос третий Наше знакомство, даты, когда, через кого, добровольно ли Что более всего привлекало его к нашей группе? Что и в ком из нас изменилось с тех пор? Не он ли стал иным, изменился? Вопрос четвертый Откуда получил познание о Библии, вечности, православии Истинном толковании, о сектантах, католиках, о церкви, священстве, о послушании? Вопрос пятый Переезд в Потеряевку зачем? Какая цель была тогда, вначале? Что изменилось в тебе? Когда? Почему решил критиковать устав лагеря Стана? Устав деревни, нарушать его и других к тому подбивать? Хаять? Вопрос шестой Начало противления В чем несогласие? В ком корень беды? Муравлев Игорь согласен был быть в такой общине с порядком, дисциплиной, но без Игнатия Для чего и к епископу Антонию ходил, фантазии лелеял Создать пытался хорошую живую общину из отступников Вопрос седьмой Разговоры у Ларисы Муравлевой Напиши подробно все про кухню, кто подбивал вас на эту смуту И припомни, где все эти заговорщики, что приобрели за это время Бруяка, Подстрешный, Тарасов, Гилев и другие Вопрос восьмой Твои разговоры о свободе от Игнатия Углушковых О желании быть бесконтрольным, независимым Зачем, как все видел дальше, подробности? Вопрос девятый Каков план править бал в Потеряевке? Уверен ли был, что там что-то путное сохранится? Последствия брал ли на себя? Или опять на маму возложил бы все заботы свои? Вопрос десятый Мыслил ли, как будет жить в Потеряевке Когда там не будет Лапкиных? Кто умерял и усмирял бы Буйных? Кто ходатайствовал бы по всем вопросам пред властями? Что делать стало бы с непокорными, с Игорем, Виталием и другими боевиками Игнатия? Вопрос одиннадцатый Для чего натравливал против меня Павла, Кирилла, Романа и других? Везде и всегда размазывая свой яд, буквально потопляя всех, составляя поносные инсинуации? Вопрос двенадцатый Как мыслил жить вне церкви, общества, Потеряевке? Что стало бы дальше с Женей? Вопрос тринадцатый Не считал ли подлостью, предательством тобой самой цели поселения в Потеряевке, восстановление ее на христианских благочестивых старинных русских обычаях, а не на злобе, непокорстве, блуде? Зная ее устав, как думал не просто свиней для своей пользы разводить, а восстановить поселок? Думал ли об инфраструктуре? Храм, дороги, школа, медпункт, электричество, статус, телефон, жители и кто и откуда приедут? Как упорядочить думал жизнь, если нас не будет? Этим ведь кто-то должен заниматься, держать связь с мирскими, бороться за землю, покосы, вести обработку земель и прочее, прочее. Дело тут уже прошлое, но все же хочется знать границы твоего безумия и Жениной пустоголовости, что лес к тебе лянул, поддерживал руки беззаконника, разрушителя и врага цели и устава деревни Потеряевка. Вопрос 14. Какие мои вины, проступки, грехи, преступления могли сделать тебя врагом, поднявшим на меня, на батюшку и на устав пяту свою? Какие осуждающие разговоры вел со своей матерью, если она дерзнула батюшке сказать «все тут воры»? Вопрос 15. Что чувствовал, с кем потом делился, хвастался о том, как хамил мне батюшке, дерзил, геройствовал, что никого ты, дея, не боишься, особенно перед женщинами ларисками, ввел оскорбительные, оскверняющие честь и достоинство старших тебя разговоры, поносил священника и наставника, оскорблял в лицо и в глаза, когда приходил домой, что говорил жене Тане о том? Вопрос 16. Нарушая церковный устав, уже изгнанный из церкви, не покорившийся, для чего же ты лез жаловаться епископу Евтихию, якобы на несправедливое решение батюшки, когда нужно было тебе выходить соглашенными? Ведь уже тогда ты знал про себя, хотя еще никто не знал, что ты и должен быть с оскорбителями и неверными и плакать за дверями, плакать у закрытых дверей в притворе, а не в машине с погибельным еретиком и богохульником Митей, обжулившими с отцом государства. Тогда бы другой дух тебя посетил, и семь-пятнадцать лет епитемьи, назначенные тебе святыми отцами преблагословенных вселенских соборов, были бы во спасение твоей жалкой души. Вопрос семнадцатый. Для чего требовал за электроэнергию за два с половиной года по три месяца от лагеря Стана, то есть от меня около одной тысячи рублей, когда в действительности за сезон наматывается счетчик не более 36 рублей, я дал 150 рублей. Таня потом вернула их. Вопрос восемнадцатый. Какая нужда была тебе мгновенно вставать в позу шпажиста, воевать с Виктором Андреевичем, Николаем Польгуевым, Ольгой Унагаевой и другими? Зная о своем одиночестве, тебе нужно было бы вести себя тихо и везде искать благосклонности братья. Вопрос девятнадцатый. Не задумывался ли, сколько нажил врагов только в 1999 году, когда меня вообще не было среди потеряльских жителей, хотя ты по безумию винил меня, что у тебя худо с другими из-за меня? Пересорился окончательно с батюшкой отцом Иакимом, со старостой деревни Игорем Барабашом, со старостой церкви Плотниковым, Дмитрием, с Виталием Устиновым, Никитиным Мишей, с Николаем Келячковым. Это значит, что со всей деревней, с теми, кто имеет весомый голос. Вопрос двадцатый. Это дело на двадцать пятом месте. Вопрос двадцать первый. Что чувствовал, когда узнал о готовящемся крестном ходе и когда увидел его из-за шторки? Дрогнуло ли твое сердце? Знал ли, что целью крестного хода является замкнуть кольцом любви, стенами, окружением, ограждением гниющую клаку заразы? И ты тут главный нарыв. Шиш антихриста, как говорил протопол по вакууму о Никоне. Вопрос двадцать второй. Зачем сейчас ускоряешь события о возвращении к себе доброго отношения? Не прислушиваешься ни к тёще Алле, ни к кому. К жене три года хотя бы не приставать, иначе ты её потеряешь навсегда или бросишь с несколькими детьми. А шариться по чужим женам, бабам тебя уже не отучить. Легче умереть. И в число верных не ранее семи лет. В нашу общину тебе вход закрыт. Ищи себе то, что искал лучших батюшек. Организуйте лучшую нашу общину. Вопрос двадцать третий. Почему никто из православных не поверил в твоё новое рождение, а только погибшие еретики признали твоего духа за своего? Митя, твой духовник, наставник, ибо ученик не выше учителя. Не поверили наши в твоё новое покаяние, в его искренность. Даже тесть Анатолий Кузьмич Баптист не очень-то поверил в это. Ибо ты находился рядом с еретиками, знался близко с сектантами, врагами Церкви Христовой. Работал у них, кормился там, пил, ел, молился. Вопрос двадцать четвёртый. Как видит своё будущее в плане трёх лет, семи лет и далее? Вопрос двадцать пятый. Получив такую невиданную свободу от всех, получив такого желанного духа любви, прощения, почему не можете все соединиться в общину с другими сорока четырьмя отступниками из нашей общины и под руководством Ларисы создать новую лучшую общину, так же с исполнением оглашенной из идите и другого. Что вам нравится без пояса, без платков, с разговорами во время богослужения? Проще сказать, без тирании Игнатия Лапкина. Конечно же, с лучшим, чем отец Аким, священником, лучшим уставом, юрисдикцией лучшей, лучшим епископом. При ответе обязательно переписывай сам вопрос и давай точный ответ. 23 декабря 2000 года. Игнатий. Кавычки закрыты. Я все эти годы пытался умалчивать, и нигде ни строчки не было опубликовано про это событие. Но Саша соединился с врагами истины. И сколько они уговаривали его жена и теща, родные, не ходить свидетелям суд против нас, но все равно приходил. И на суд принес магнитофон. Проиграл запись его разговора с Еленой Барабаш, когда выпытывал ее, почему ему запрещено приезжать в Потеряевку. Тайно записывал на магнитофон в Барнауле, а Лена про то не знала. И считал запись криминальной уликой против нас. Но суд ничего из этой авантюры не принял. Книга Бытие, 18 глава, 25 стих. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно. Книга про языки, 28 глава, 17 стих. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Иуды, книга, 1 глава, 5, 8 стихи. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народы из земли египетской, потом неверовавших погубил. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Как осознать и оценить, что есть? Чем окружен, живу и наслаждаюсь? Друзья, которых сходую не счесть, враги, их тоже не с чуток осталось. Вчерашней несвободы нет следа. Ходи и говори, что только хочешь. Откуда так радется ж к нам беда? Свободы стаю подмоет и подточит. Свободы статую подмоет и подточит. Апокалипсические орды ближе, ближе. Неотвратимо ломятся и давят. Волна предштормовая, берег лижет, как многим путь заказан будет в гавань. Сегодня можно верить так открыто, благовестить, стучаться по квартирам, не соглашаться с недругом до хрипа, бросая семена как можно шире. Хватает и здоровья на двоих, на тело и на душу без страховки. В окопах гнить придется, ждут бои, не за горами то уже приходят. Спохватимся, да как же не ценил уют в дому с достатком полным кухню, ритм жизни, распорядок, что нам мил, и как все это разом впрору рухнет. Цени душа библейские уроки, собрание родных лучистых глаз, и не скажи Писанию слова против, довольством нынешним и речь свою украсть. Евангельская вера есть залог, хранимым быть защитой Иисуса. Хлеб в зиму заготавливают впрок, в трескучие морозы из тех запасов вкусят. Благословение на всем, что окружает, молитвой благодарственной окутан. Сподобиться и быть бы с урожаем в часы последней и у последних суток. 7 декабря 2005 года. Игнатий Лапкин